Мы занимаемся органическим земледелем. Сейчас подали документы на сертификацию Беларуси своей продукции. Это розовые томаты, обычные. Розовые, а не кожура тоньше, да? Да. А сердцевина, оно там побольше, выбаете этих семечек. Мы начали сделать линию сока, абсолютно натуральной, никаких консервантов там нету, просто, значит, идет 78 градусов обработка и все. А сахар? Сахара там нету, сахар в яблоке. Нету, не добавляют? Абсолютно, ничего не добавляют. Кто дал копейку купить пакет этого? 7 рублей. Нет у меня денег. О, помог, 7 рублей. Александр Евгеньевич, хотим представить вам молочную группу. Александр, это семейный бизнес у них. Вы все это сами производите. Да, но стоит. И торгуете постоянно. Ну, конечно. Здесь? Да. А у тебя цех какой-то или что? Оборудование специальное? Пока это, скажем так, условия дома. Ну, естественно, наоборот. Но сейчас строим уже более обширное помещение. Будет такая, ну, первая. А вы в каком времени работаете? Воложенске. Воложенске, да? А сколько коров у вас? 10 долларов сейчас и еще будет 10 вот. То есть я могу свое молоко продавать тебе, корове. Ну, если пройдете, скажем так. Нет, у меня по качеству, по цене, ну, мы договоримся. А какая у вас жирность? Жирность 4,8, 4,6. А у нас 5. 5,6? А что за коров? Жирность 4,8. Нет, у меня чернопестрый обычный. То есть тебе мое молоко не подойдет. Вот у нас такие. Слушай, ты продвинутый. Я вам даже могу подарить пирочек. Серьезно? Нет, что мы можем обменяться. Нет, я на чернопестрый не меняюсь. Нет, я тебе бычка продам. Думаю, на мясо будет. Ну, а какой сыр ты любишь больше всего? А я как-то не люблю общество. У нас специально люди приезжают для того, чтобы попасть на эту точку и купить здесь продукцию. Капусточка наша. А когда ты готовила ее? Готовлю каждому выходу. Я приезжаю пятницу, субботу, воскресенье. То есть ты вот эту квасишь капусту каждую неделю, да? Да, каждую неделю. Берешь свежую и квасишь? Беру свежую. А где берешь капусту? Своя у меня капусточка. А хватает свежую? Ну, хватает пока. Это микрозелень. Это прямо можно в квартире, прямо в помещении. Ну, это же сколько надо? Нет, не поверите. Растет быстро очень. Вот этому растению две недели. Считается, что микрозелень, в отличие от взрослого растения, интенсивность полезных веществ в 5-10 раз больше. Это, да, горох, да? Горох. Он обычный, как высеваемый, да? Как высеваемый. Ну, мозговых сортов мы берем. Мне понравился больше он по вкусу. Получается более сочный и сладкий зелень. Первый раз сравниваю взрослое растение с этим. Действительно. Загадывайте желание. На первый раз. Оля загадала уже. Спасибо. Предлагаем вам посмотреть чаи. Смесье делает белорусское предприятие. Это все ты производишь и продаешь, и упаковываешь сам? Упаковывается в Минске. В Мязели мы собираем эти травы, сушим, затариваем. Но упаковка твоя? Упаковка, да, наша. Здесь в Минске. А сушишь как? Естественно? Нет, сушилки. У нас циклогенераторы. Там при определенной температуре. Зарешите вас еще пригласить на депестацию чая. Это все твое? Да, это все. Без меда, без сахара надо пить, да? Да, без сахара. Ну, чаю все рекомендовано. Без сахара, без меда. Так как если это с добавлением, это уже будет чайный напиток. Вот оно как. Понятно. А что у вас импортное здесь? Нет, у нас, вы знаете, в основном наша белорусская вся продукция. Только рыбка сушеная получается мы, российская, украшенная. А это? А, это наша Брестская область. Хотим вам еще представить Андрея. Это Андрей, что твою? Нет, вот, личная пособная на дровах. На дровах? А как раньше, в горе копали нору и коптили, или ты как-то ее коптишь, или у тебя печка? У меня печка стоит кропичная, есть вот сейчас, делаем, кстати, печь. Прокладываем трубу, то есть подкопы в горочки. Ты мясо производишь у себя или покупаешь это мясо? Нет, мясо я покупал у фермеров. Берешь мясо и коптишь у себя. И это рентабельно получается? Получается, что да. Рентабельно, да. Но спрос есть, покупают люди? Покупают. Молодец. Большого успеха. Спасибо вам, Казахстан. Особенность наших сладостей в том, что в них нет сахара. То есть, да, у нас есть линейка на сахаре. Зефир, халва. Но у нас есть линейка на меду. И есть линейка вообще без сахара. Продолжение следует...